Это его детище, центр воспроизводства. Это, можно сказать, как его душа. О центре я узнала в 95-м году. Строилась на работу одна из первых. Сам питомник был обнесен сеткой, и это было четыре вагона, круглые такие бочки, я не знаю, как они правильно называются, и четыре собаки, одна коза и куры. Больше не было никого. И все. А потом уже началось строительство, реконструкция московского зоопарка, и у нас бегом-бегом здесь шла стройка. Проходили планерки на бревнах с директором. Владимир Владимирович переезжал. Среда — это директорский день. Мы старались по возможности, даже у кого не смена, приходить, послушать. Очень много планов было у Владимира Владимировича. Всегда очень внимательно относился к тому, что здесь происходит, очень переживал за это. Он, как теория большого взрыва, дал толчок этому всему. И все последовательно реализуется и развивается. То, что сделали здесь, у нас росомаха впервые в России размножилась в зоопарках. Именно у нас размножилась. Если есть размножение, значит, все хорошо у животных. Сычанские токины мы каждый год получаем. С тиграми то же самое. Северные олени лесные. У нас есть дрофийная программа, которой Владимир Владимирович уделял много времени, очень переживал за нее. В этом году у нас прорыв произошел. Мы развели, наконец, наших дров. Манулов сложно изолировать от внешних инфекций. Сохранить потомство очень сложно. Мы даже добивались, что у нас в один год одна самка родила восемь, два по пять. И всех сохранили, детенышей. То есть создали условия нормальные. И пошло размножение. То есть те же росомахи, когда сидели, допустим, в вольере, который был красив, но неудобен для них. То есть не было вот этих завалов, не было вот этих нор, не было утишек, укрытий каких-то. Как только все появилось, пошло стабильное размножение. В истории постсоветского пространства мы первые получили в Викуни по инициативе Владимира Владимировича. Изначально это была мечта Владимира Владимировича, чтобы в московском зоопарке содержался рыбный филин. Он много лет об этом мечтал еще со времен своей работы в Ленинграде. В результате родилась программа по разведению рыбного филина. Я очень счастлив, конечно, чисто по-человечески, что нам удалось еще при жизни Владимира Владимировича привезти в московский зоопарк рыбного филина и осуществить его мечту. Программа продолжается. В этом году мы привезли трех птенцов из четырех, возможно. Благодаря Святому Владимировичу, что запустили проект кормовой базы, он очень радовался этому, что мы свои корма будем, мы сами своих животных будем кормить своими кормами. Проект пеликаника делаем, тоже он. Сделайте, сделайте. Ну, слава Богу, вот мы в этом году теплый домик завершаем. Как планировали, то мы смогли сделать. К сожалению, его нет рядом, но, я думаю, он за нами наблюдает. Он как бы был действительно нашим аксакалом. Интересующийся и азарт, любопытство. Такой масштаб личности, который сложно переоценить. Жалко, что Владимир Владимирович так рано вшел.